всем здравствуйте сегодня буду приводить свою азалию свой штамбик в порядок то есть буду его сегодня подстригать потому что он уже у меня так разросся что не видно даже что это штамп он у меня отцвел очень красиво есть видео да тут то не видел и пора ему уже придать форму потому что веточки упираются другие мои азалии ну и выглядит он конечно неопрятно видите уже такое что-то непонятно непонятные формы такой поэтому сейчас буду его подстригать напомню что ножницы я у меня обработанные да то есть я уже говорила в предыдущих видео что я их обязательно обрабатываю дезинфицирую они у меня острые и обработаны спиртом начну подстригать я с нижних таких вот веточек потому что тяжело понять пока формы хоть мне и очень жалко но что поделать она эти веточки все заглушают и ничего не видно поэтому я буду их обстригать как можно короче как можно ближе к стволу вот таким вот образом потому что очень сильно разрослась и уже непонятно видите уже какие веточки покажу вам уже даже тяжело их отстригать настолько они уже толстенькие вот эту тоже веточку очень сильно видите разросся я его в прошлом году очень щадяще подстригала вот это все надо тоже состригать чтобы сохранить ему все-таки штамбовую форму и самое интересное что даже вот я уже подстригала да другие свои вот штамбовые азали приблизительно тоже так вот подстригаю и они потом все равно вот в этих местах все равно будут почечки просыпаться и будут расти но главное не допускать чтобы они все таки не разрастались до такой степени я не стала подстригать потому что есть видео я показываю что у меня там уже сформировались цветочные почки и мне было просто очень жалко и вы видели этот кто да не видел вы можете посмотреть а тот кто видел знает что как такими красивыми цветами он у меня расцвел вот посмотрите внизу я все подстригла видите теперь уже видно что это штамбик и сейчас попробую более щадяще все таки да ему крону чтобы он у меня не был лысым потому что веточки видите очень сильно вытянулись очень сильно разрослись и весной и летом он еще будет у меня продолжать расти и будет такой вот расхлябанный поэтому нужно немножко все таки растению помочь и придать ему такую вот форму поэтому приблизительно я его где-то так вот макушечки стригу ему вот это тоже надо вот так вот видите как сильно выбивается веточка ее тоже я буду состреливать здесь тоже непонятно я вот так вот то есть вверх я практически не сильно все равно надо видите тут можно подкорректировать потому что все таки видите выбивается поэтому я еще вот так вот укорочу кстати хотела тоже обратить внимание что бывает такое что видите это была цветочная почка она усохла потому что начался расти новый прирост такое очень часто бывает если вы не заметите и начнет вот сильно расти то почка в 90 проценту случаев просто усохнет и не зацветет как в принципе у меня получилось то есть вроде бы и обильно цвело мое растение но те веточки которые стояли повернуты были к стеклу я не заметила и этот момент упустила то есть когда есть цветочная почка то нужно не допускать роста нового прироста тогда прироста да тогда почка сможет зацвести как только вы упустили этот момент да и стала доминировать новая такая вот листовая почка то к сожалению цветочек уже бутон уже не зацветет и он даже вам покажу вот я его оторвала видите полностью полностью высох в нем ничего уже нет полностью сухая почка поэтому азалии они не у них не опадают бутоны у них могут усохнуть они вот из-за того что часто вот именно весной когда она хочет уже расти и она постепенно вот начинает отсушивать просто бутон поэтому тоже где то я вот так вот макушечки соцвевшими с усохшими вот этими бутончиками надо это дело подстричь тут видите это уже так вот вытянулась такая веточка и если ее не подстричь она и тоненькая и еще больше вытянется поэтому ее тоже я как можно короче подстригаю ну и вот такие тоже на них бутоны видите по усыхали и к сожалению много таких вот веточек да где я пропустила и не заметила и все бутоны превратились сосов 6 ну и как я говорила чтобы получить более не менее такую вот равномерную форму то нужно постараться и обрезать буквально каждую макушечку тогда она будет равномерно обрастать здесь тоже не нужно здесь я еще короче потому что видите не угадала чтобы равномерно было подстрижен штамбик с такими почками конечно отсохшими тоже они не нужны это все дело тоже можно удалять спокойненько очень часто задает вопрос да что сначала пересаживать либо же подстригать или или можно делать это одновременно да но что я хочу сказать то есть я одновременно то есть и подстригать и подстригала и пересаживала скажем так на покупных азалиях на оцененных то есть не на своих вот домашних а вот азалии которые были да и в оценке и у них и листья были больные тогда да то есть мне пришлось их и подстричь и одновременно пересадить на что я хочу сказать то есть вот если вы встречаете вот такие листья да какие-то больные их тоже можно аккуратненько состригать ничего страшного вот видите тоже такой же больной внутри кроне и теперь мне будет легче его обработать так вот возвращаясь к тому что делать да изначально можно ли делать одновременно ну что я хочу сказать если вы делаете одновременно то все таки она дольше вот обрастает очень тяжело отследить за растением то есть например вы ее подстригли тут же пересадили то есть молодые почки они появятся могут и через две недели через три недели бывает такое что через месяц до начинают пробуждаться новые почки и таким образом то есть понятно что все в порядке то есть растение растет и все но если вы ее пересадили да то тяжело потому что растение нужно и освоить землю да и тяжело понять как она например принесла пересадку и стрижку да поэтому я все-таки склоняюсь либо же сначала вот подстричь как я сделала на примере своей азалии да вот этой то есть сначала я ее подстригу не надо либо пересадить но я все-таки подожду когда хорошо отрастут уже молодые почки то есть я буду уже убеждена да что она у меня растет все в порядке крона нормально формируется и после того как хорошо она у меня обрастет я начну думать о пересадке второй вариант можно было как сделать сначала ее пересадить да то есть не обрезать а все-таки пересадить тогда тоже очень хорошо скажем так по листьям можно будет определить то есть если они не опускаются она ничего не роняет все в порядке значит она хорошо перенесла пересадку поэтому вот я все-таки склоняюсь что нужно делать либо так либо так но все-таки не не делаю вот не стараюсь делать все-таки одновременно что мне кажется так дольше растения ну скажем так может заболеть может долго обрастать поэтому если конечно критическая ситуация да вот как у меня было с оценками и листья такие больные скрученные да там вредители их подъели и внешний вид такой не очень то конечно тогда можно и вроде бы и пересадить надо срочно да и подстричь и пересадить тогда можно конечно но если это не критично то все-таки я склоняюсь и на своих домашних я все-таки также делаю что сначала я либо подстригаю потом пересаживаю либо пересаживаю да смотрю как как растение пережило пересадку то есть листья начали расти все в порядке и после этого тогда я начинаю ее подстригать вот такая получился такой у меня штамбик теперь хоть видно что это у меня штамбик внизу думаю что опять начнут расти почечки но нужно будет просто их контролировать их не рост чтобы они не превращались вот в такие гигантские ветки которые потом и жалко и тяжело относительно состригать потому что они уже одревесневшие да такие то есть уже не так легко их подстригать вот смотрите сколько получилось фактически снизу получились вот такие макушечки да небольшие снизу посмотрите какая масса наросла вот так вот я его освежила я его обработаю мне будет легче его обработать и от вредителей потому что в середине кроны да и вот есть такие пятна я уже показывала это может и грибок быть то есть надо и фитоспорином и от вредителей обработать чтобы дать возможность расти красивой нормальной такой вот зеленой массе